В 60 километрах от Майами начинается национальный парк Эверглейд. Почти каждый, кто прилетает во Флориду, ожидает увидеть тропический рай на земле, где море переливается всеми оттенками бирюзы и изумрудов, а бесконечные пляжи покрыты горячим песком, где листья пальм колышутся от легкого дуновения ветерка. Но Эверглейд – совершенно необычный национальный парк. Это унылая, почти ровная местность, часто представляющая собой лабиринт заболоченных лесов, озер и притоков, густо заросших, с полчищами комаров, почти без горных пород. Но возьмем себе на заметку три уникальных факта про Эверглейдс. Самое большое болото в мире, самое большое пространство без дорог в США и самое медленное в мире река. Да, на самом деле, это вовсе не болото, а достаточно прозрачная и чистая река. Ну и плюс удивительная история из жизни коренного населения Америки. Обратимся к описаниям очевидцев. Эверглейдс – это самая заболоченная низина, сплошь поросшая кладиумом или пилой травой, разновидностью осоки с длинными, узкими и зазубренными стеблями трехметровой высоты. Попытка пройти сквозь заросли кладиума в лучшем случае будут стоить путнику разрезанные, как серпантин одежды, а в худшем речь может идти о серьезных ранах. Когда пила трава пригибается под ветром, кажется, что зеленый поток струится по равнине, почему это место и было прозвано река травы. Здесь водятся пумы, медведи, олени, лисы, еноты, аллигаторы, крокодилы, питоны и больше птиц, чем можно себе представить. Козадуи жалобные, плачущие голуби, совы, индейки, скопы, орлы, голубые цапли. Флорида была первым регионом на территории континентальной части США, обнаруженным европейцами. В апреле 1513 года испанский завоеватель Хуан Пансе де Леон, который искал новые земли к северу от Кубы, высадился на восточном побережье нынешнего штата Флорида. Именно Хуан Пансе де Леон впервые назвал открытым земли «Ла Флорида» – «цветущая земля». Впоследствии это название закрепилось как официальное название штата. В 16 веке интерес к Флориде начали проявлять французы. В конце 17 века усилили давление английские колонисты. А что же коренное население? Первые племена индейцев погибли не от войн, а от болезней, которые привезли с собой европейцы. А на опустевшие земли началась миграция с севера индейцев-семенолов. И уже в 19 веке именно с ними произошли две изнурительных войны между индейцами и армией США. Воспользовавшись тем, что Наполеон Бонапарт захватил Испанию, американцы тоже решили откусить кусок территории соседей и вторклись во Флориду. В Мадриде поняли, что Флорида для Испании все равно потеряна, и в 1821 году официально продали эти территории американцам вместе с людьми. От семенолов требовали перевраться на неплодородные земли и выдать беглых рабов. Именно эти события описаны Майн Ридом. Но, вопреки книжной легенде, Ациола не был официальным вождем, скорее, неформальным лидером. Предводитель семенольских воинов, судя по всему, являлся индейцем менее чем наполовину. Его мать была метиской из племени Криков, а отец – английским торговцем. Но у Криков родство ведется по женской линии, и Ациолу бледнолицым никто не считал. В 1837 году Ациола и вождь Абиака нанесли очередное поражение американцам. Армии США надоели разгромы со стороны индейцев, и Ациола был приглашен на переговоры, где его арестовали, а через три месяца он умер от малярии. Однако остальные семенолы даже не думали сдаваться. Их пытались травить на болотах собаками-людоедами, но все напрасно. За любой успех американской армии приходилось платить высокую цену. Индейские войны США закончились еще в 1890 году. К этому моменту все племена коренных американцев либо признали свое поражение и подчинились воле Вашингтона, либо были вытеснены в Канаду. Все, кроме одного. По сей день, так и считающегося непокоренным и установившего официальное отношение с американской властью только после Второй мировой войны. Семенолов. Формально так и не сдавшиеся американцам Семенолы и Микосуки стали активно заниматься бизнесом, воспользовавшись налоговыми льготами для индейцев. Сегодня они владеют отелями, зоопарком, несколькими казино. В 2006 году племя семенолов почти за миллиард долларов выкупило всемирную сеть Hard Rock Cafe. Огромные деньги они тратят на образование детей.